Первый вопрос. Что вы почувствовали, когда вы узнали о том, что на вас завели уголовное дело? Вы в Сибири с 90-х. Почему вы не выучили русский язык? Вас называют крестным отцом новосибирского фастфуда. Как вы к этому относитесь? В первом случае, я блестен и счастлив. Я думаю, что я надеюсь, что мы получили огромный импакт на Новосибирске и регионе Сибири, и, возможно, даже шире, чем так. Поэтому я надеюсь, что я надеюсь, что я надеюсь, что я надеюсь, что все люди, которые были хороши, чтобы помогли нам в нашем бизнесе за 25 лет. Вы являетесь таким очень неожиданным предпринимателем, потому что, в лучшем случае, бизнесмены и иностранцы приезжают в Россию и начинают работать в Москве. А тут американец и забрался в Сибирь. Вообще, как так случилось? Ну, первое, спасибо большое. Мы начали в Сибири, но, конечно, все люди знают, что все дороги вновь ведутся к Москве. И поэтому мы начали в Сибири. По-моему, я хочу сказать, что в конце концов, это замечательно. Каждый раз я приезжаю к Москве, я просто удивляюсь, что это развитие здесь, и, особенно, эти экземпляры, Байбранд, это замечательно. Я пришла сюда уже много лет. Мы начали наш франшизм в Байбранд, и сейчас мы готовы привести к кузине на рынок, это просто удовольствие быть здесь. И я удивляюсь, что это развитие, особенно в нашей индустрии, для всех франшизм здесь. И поэтому я думаю, что мы делали это вместе с Нью-Йорк Пицца, с Кузина, Байбранд, и с такими другими партнерами. И я думаю, что Сибири, это было удачное время для нас, на самом деле, потому что это было как-то тренинг для того, что мы делаем сегодня. Я помню, много лет назад в Америке, я увидел Мастро Гергиев в Америке, и он приходит играть в Карнеги-Халле, но сначала он играл в Питтсбурге, и я его увидел там, и я помню, что он сказал, что он требует немного времени, чтобы все вместе. По-моему, я хочу сказать, что Сибири, еще одна вещь, что Американцы не понимают, что это замечательное место Сибири, как интересно, и как великолепно, но в том же время, как теплые люди, и как развиваются в Новосибирске, например. Я говорю, что в Новосибирске, я всегда говорю с моими друзьями в Америке, что мы были в Новосибирске в Новосибирске, раньше мы были в Америке в Миннеаполе. У вас есть бизнес в Америке? Да. Я сейчас развиваю бизнес в Америке, это довольно успешно, но на самом деле, за два года у нас есть довольно успешный бизнес, но это очень интересно, что это гораздо сложнее для меня развиваться быстрее в Америке, потому что у меня нет такой команды, как у меня здесь, в России. Наша хорошая новость, что когда ты уходишь, ты всегда воспринимаешь дома, поэтому я воспринимаю мою команду и мою бизнес в России, и больше, что я уходу от этого. Но я скажу, что мы развивали очень хорошо, и мы продаем очень похожие продукты, немного более функциональные, дали продукты, американские, немного более для донутов. Вот брендом Кузина? У вас в России была не очень легкая предпринимательская судьба. В 90-х вы приехали, там были свои законы, потом у вас были сложности с персоналом, с брендом New York Pizza. Вот не напугало ли вас это все? Не захотелось ли собрать чемоданы и нафиг вернуться домой? Нет. Нет. Вообще, это, в принципе, начали, что я хочу, чтобы не остаться, и это мне нужно развиваться наш business. Потому что вся проблема мы не получили, что мы с вами хотели, понимать и поражать, что мы с вами произошли. И если вы посмотрите на наш бизнес, я всегда скажу людям, что наш бизнес был так же, в России. На каждом дне есть много вопросов, в Америке, Руссии, в любом месте. Но эти вопросов делают вас всегда гораздо более успешным. Они делают нас подчиняться на успех и подчиняться на решениях наших проблем. И это будет так же в любом месте в мире. Одна из вещей, что я рассказывал бизнесменам, вчера я говорил с некоторыми людьми в конференции здесь, в ViBrand, и вообще, кто-то, кто-то думает, что я увидел что-то в мире, что есть бизнес без риска. И я сказал, что это хороший слов, хороший слов, но, в факт, как мы знаем, все осталось в чем-то с挑战ами. Я помню, когда я впервые приехал в Россию, в 90-х, все говорили о подключе, 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 и я им сказал, что ничего не будет подключе. Если кто-то говорит что-то подключе, то будь осторожен. И что это нам показало, что если вы работаете с трудными проблемами, если вы работаете с хорошими людьми, если вы коммитете на то, что вы делаете, то вы сможете успевать. И мы были очень счастливы и очень блестны с тем, что случилось здесь. Ну, возможно, вы знаете, уже 16 лет занимаюсь ViBrand, у нас есть еще другие не франчайзинговые проекты, но сейчас говорим вот ViBrand – это всегда такой наш ключевой проект, наверное. Общественное питание на этой выставке занимает такую значимую роль. И я общаюсь с большим количеством различных рестораторов. И, соответственно, не только московских и региональных тоже. И вот сибирские рестораторы, безусловно, там все вас знают, но есть некая информация о том, что Нью-Йорк пицца сейчас, вот как-то вы перестали ею заниматься, и поэтому появилась Кузина. И вот у нас на ViBrand я тоже вижу Кузину. Так ли это вообще? Что случилось с Нью-Йорк пиццей? Итак, первое, Нью-Йорк пицца развивается, но мы продолжаем развиваться с рынком. Нью-Йорк пицца сейчас уже в бизнесе за почти 25 лет, и поэтому нужно продолжать развиваться. И мы делаем довольно хорошо в наших настоящих местах, но мы понимаем, что рынок так быстро двигается, и развивается так много, что мы должны реанимировать то, что мы делаем. Таким образом, мы фокусируем на стримлайне Нью-Йорк пиццу, мы будем развивать Нью-Йорк пиццу как значительную присутствие в пищах. У нас есть очень успешное пищевое пищевое пищевое. Я скажу, что благодаря ViBrand и так далее, компенсация в ресторанском франшизе была настолько динамичной, и развитие настолько динамичной, что это нам вызвало много соревнований, и это делает нам подумать, о чем мы действительно будем фокусировать. То есть сейчас как раз время, когда вы пересматриваете модель в Нью-Йорк пицца. Абсолютно. Таким образом, да. Что мы делаем, мы делаем все более стримлайны, более компакты, и мы, в основном, мы дубляем, я не знаю, как мы говорим в русском, но дубляем на пиццу, и пицца сломана. И я хочу, я не... я возьму немного, немного, чтобы объяснить, что это интересно, как раз, как раз, как раз, 25 лет назад, когда мы начали в Нью-Йорк пицца, мы были, на самом деле, единственным игроком, в Сибири, и, в то время, мы работали в пицца, макдоналдс, КФЦ, Субвей, мы были единственные, и мы делали все. И это было очень успешно, и очень полезно, в то время. Абсолютно, теперь у нас так много хороших компетитеров, что мы не можем делать все, и, в то время, что мы сейчас делаем, мы возвращаемся к нам, и мы, в основном, на пицца, и мы, в основном, у нас есть возможность быть главным бизнесом «пицца-пицца» в районе пицца, в районе пицца, и мы будем, мы будем, в основном, мы будем, на что мы думаем, что мы можем сделать, что клиенты, действительно, любят. А Кузина, ваш новый проект? Кузина, это очень хорошая вещь, и вообще, все хорошие вещи, вы просто идите развиваться. Россия, это такое динамикное, что здесь все движется очень быстрее, чем в Среде. Потому что, мы просто забываем некоторые ошибки, которые произошли. Итак, Кузина сейчас 15 лет, но мы только несколько лет в этом формате, компактном формате. Это фокусит на кофе и продукты кондитер. И Кузина, я думаю, у нас есть очень одинаковое место в рынке. Что мы делаем, мы, в основном, бакинг-компании, которая продает много кофе. И я бы сказал, что сейчас, как мы скалываем наш бизнес, мы должны быть около 40 магазинов. Наши волюмы, наши опыты, наши бизнес-моделы, которые мы видим. И, кстати, в маркетинге очень много, что я думаю, Кузина – это идеальный пример для проекта, который легко расширен, хороших операций и хороших партнеров. Какие инвестиции в одну точку? Ну, в среднем формате? Ну, плюс-минус. У нас есть несколько разных форматов, но плюс-минус, для рейтинг-компании, мы говорим о рейтинге 5 миллионов рублей. Мы чувствуем… Кстати, это одна из самых важных вещей, что я хочу сказать, это очень важный концепт, который мы говорим много в Америке, и я думаю, что вы начнете слышать много в России. А средний чек какой? А средний чек какой? Мы проводим около 200-х, на средний чек. В зависимости от места, и в зависимости от… Конечно, мы видим, что определенные районы разные. У нас есть определенные места, которые в высоких транспортных местах продают больше кофе. В других местах, которые в домашних местах, продают больше каек, и больше бакет. А как вы организуете доставку, логистику? Ведь все-таки Сибирь – это достаточно далеко даже от Москвы. Если мы говорим о юге, например, если вы встретите франчези, желающего открыть кузину в Краснодаре, как вы будете организовывать логистику? У нас есть несколько вещей. Один из того, что мы отдаем большинство в индустрии, что это невероятное развитие технологии. Это позволяет нам начать увеличивать наш продукт используя французные продукты, и также работать с производителями производителями. У нас есть два производителями производителями. Мы производим огромное количество, но реальность из-за того, как мы начинаем распространять, мы будем работать в технологии, французные продукты, и хорошие транспортные. Мы делали эксперимент, и мы делали пилот проекты. Например, в Новосибирске мы производим и работаем с местом в Барнаулу, который мы начали несколько лет назад. Это было очень успешно. Таким образом, как мы работаем, появится небольшие нюансы здесь и здесь, но, конечно, франчайзинг становится очень мощным концептом, когда мы начинаем строить скалы и количество объемов. Таким образом, иметь одного кузина или два кузина уже не интересно для нас. Интересно, для нас поставить несколько в одном месте, и мы сможем получать реальность. в заключении есть несколько личных вопросов все-таки. Вы, будучи американцем, жили в Сибири. Был период, когда на вас завели уголовное дело. Первый вопрос. Что вы почувствовали, когда вы узнали о том, что на вас завели уголовное дело? Ну, ну, первое, я не считывал это криминальный случай, потому что это всегда было, в моем мнении, это просто проблема для бизнеса, и я не считывал это криминальный случай, и я всегда доверяю в систему, доверяю в наши партнеры, доверяю в наши люди, и я просто работал каждый день. В общем, там были какие-то проблемы, но, опять же, работали с хорошими людьми, делали хорошие вещи, как я бы сказал, было гораздо более хорошим в системе чем плохим, и поэтому это действительно нас путешествовал. Люди, которые работали с Нью-Йорк-Pizza, которые работали с меня, которые я работал с, всегда знали о том, что мы делали, и о силах нашего бизнеса, и это действительно было не очень важно. было сложно. было сложно. Мне нравится для людей, которые путешествовали это? Нет. Я рад, что я путешествовал это, Вы в Сибири с 90-х, уже много лет, двадцать с лишним. Почему вы не выучили русский язык? Ну, конечно, я говорю русский неплохо, но, конечно, некрасивый. И я понимаю, что общее слово, конечно, но наш бизнес, я очень хорошо понимаю ситуацию, и договор нашей команды, наш бизнес, ресторан бизнес. Ну, конечно, это неприятно, как мое слово. и я считаю, что я очень хорошо общаюсь, я очень хорошо я очень хорошо общаюсь с моими людьми, моими командами, они меня вредно и я вредно их вредно и мы нашли способность. работать. Но, конечно, я не ощущаю комфортно говорить о детях бизнеса, потому что я не думаю, что это право для людей не понимать друг друга. И это дает мне возможность сказать, у меня отличная команда у меня и у меня отличная команда Мои дожди были здесь вчера, два моих дожди, которые русские, и они очень рады, видеть меня в доме, как комфортно я чувствовал со своей командой. И последний, наверное, вопрос. Мне кажется, что предприниматели всего мира они, в принципе, одинаковые. По вашему мнению, чтобы достичь успеха, какими тремя качествами нужно обладать? Я думаю, что, первое, надо просто любить, что ты делаешь. Это сложно мне даже объяснить, потому что это такая часть меня. Я чувствую, как Эрик Клаптон, и его гитара является экстенцией его. Поэтому надо любить, что ты делаешь. Второе, это интересно. Я думаю, что если ты можешь найти продукт, который демократически любит, что люди любят, это действительно все легко. Хорошая идея, давайте так назовем, потому что это может быть услуги, например, да. Это удовольствие сказать, кофе и бакет. Я могу сказать, 99% российских будут быть чай, кофе и бакет. Третье можно не 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 низко третий не 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 это не какой-то людям слишком много, и ты никогда не плачешь слишком много. Просто не делай это. Я хочу сказать что-то странное. Я вчера был вовремя писать о Варене Буффет несколько раз, и мы в бизнес-конференции, и Варен Буффет — хороший человек. Он имеет книжку о себе, о том, что он так тихо, и называется «Сноубол». И люди всегда спрашивают, почему это называется «Сноубол». И он говорит, что он научил в жизни, что самое важное — это найти плотную снег и длинную реку. Спасибо вам огромное, я получила большое удовольствие пообщаться с вами. Вы абсолютно имеете полное право называться настоящим франчайзером и действительно настоящим предпринимателем. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok